Партизанский проспект 44. Кольцо инструментального завода они поделили. Рейсовый автобус и легковушка. Водители спорят по вине. Авария случилась около 22 часов вечера. На месте ДТП работает аварийный комиссар, общается с водителями разбитых транспортных средств Hyundai и Toyota Celsior. Предлагает свои услуги, но участники ДТП отказываются от составления европротокола. ДТП произошло на кольце инструментального завода. Как видим, автобус и Toyota Celsior двигались по кольцу. Celsior решил поехать на Красного Знамени, а автобус двигался в направлении Картизанского проспекта. Стоит отметить, что Toyota поворачивалась крайне правой полосы налево. Водитель автобуса был очень удивлен. Он по праве ехал. Я думал, он прямо едет как бы. А он подо мной прямо подрезал. Без поворотника. Даже поворотник включил. Я его по зеркалам видел, по бокам. Он ехал за мной. Вот тут мог бы. Прямо, я думал, он по партизанскому проспекту едет. Оказывается, ему надо туда. А, хотел бы раскачать, да? Людей у вас в автобусе много было? Ну, человек 15. Пострадали? Нет, пострадавших не было. Пассажиры спешно покинули общественный транспорт. Пересели на следующий маршрут. А водители разбитых транспортных средств стали дожидаться прибытия наряда ДПС. Водитель легковушки от каких-либо комментариев отказался. В приватной беседе рассказал, что проскочить со второй полосы налево мог бы, но не рассчитал траекторию. Виновником ДТП себя не считает. Водители спорят по вине. В обстоятельствах автоаварии будут разбираться сотрудники госавтоинспекции. Повреждения автомобиля насколько серьезные? Ну, цель достаточно серьезная, поэтому тут разбираться будут только инспектора ДПС. У автобуса, в общем-то, незначительные. Можно было произойти с Европротоколом. Машины на ходу? Да, машины на ходу. Обе.